По-воински строго Вера Аксенова принимает мини-парад из своего окна. У ее дома юнормейцы из 13-й школы маршируют строем и поют фронтовые песни. Так поздравляют тех ветеранов, которые не смогут прийти на парад 7 ноября. Идут стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят знамена. Для ребят это выступление не менее важное, чем предстоящее на площади Куйбышева. Школьники готовились долго, репетируя несколько раз в неделю. Как признаются сами юнормейцы, поздравлять ветеранов для них – огромная честь. Когда мы поздравляем ветеранов, мы показываем, что мы помним, что они сделали для нас и для нашей страны, Родины. И мы гордимся этим, мечтим их. Мне кажется, это правильно, что сделали такое поздравление, потому что ветераны не могут прийти на парад, они хотя бы посмотрят здесь. После парадной части юнормейцы поднялись в гости к ветерану, вручили цветы и подарок, и стали гостями за праздничным столом. Чай, пироги, печенье и неизменная часть застолья – воспоминания и истории с фронта. Для Веры Аксеновой война началась в Венгрии. Советские войска тогда уже перешли в наступление на фашистских захватчиков. Ветеран служила фельдшером в женском батальоне. Это создавало трудности в бытовом плане, ведь одежды для женщин не было, выкручивались с помощью подручных средств. «Представляете, такое галифе, это шройки такие, но мы ничего не думали, ножницы, иголку с ниткой, и у нас получились юбки. Старшина, боже ты, как я буду отчитывать? Отчитаем, война все спишет. Так вот мы эти юбки себе сшили, уже эти галифе». После истории и поздравлений ребята ушли, чтобы продолжать подготовку к Параду памяти. Вместе с другими юнормейцами они пройдут 7 ноября по площади Куйбышева. Андрей Горгуленко, Григорий Пришаков. События.